Лейла, спасибо, что согласились здесь всё показать, тем более, что такой волнующий момент, сейчас ещё здесь подготовка идёт. На самом деле, сейчас вот я, ну, где-то полчаса походил, спокойно посмотрел картины, поймал себя на мысли, что никак не могу дать определение вашему стилю. Это натуралистический символизм, символический натурализм. Что это такое? Как бы вы сами определили ваш стиль? Вы знаете, я сама не квитик, и мне очень сложно его как-то определить или характеризовать. Мне бы хотелось, чтобы каждый видел в нём что-то своё в каждой работе. Это наводку по искусствоведам вы отдаёте, да? Да, это да. А для меня самое главное, что туда вложена душа. А вот те художники, с которыми вы здесь работаете, которых вы тоже привлекаете к этому проекту, как вы их находили? Это случайные люди или всё-таки тщательно отбирались? Да, ничего случайного не происходит. Главная цель – дать возможность художникам показать себя. То есть это в основном молодые, современные и не совсем ещё хорошо известные. Вот у меня есть много друзей, знакомых фотографов, натуралистов, которые снимают дикую природу, живую природу. То есть то, чему посвящена ваша выставка. И они говорят, что до этого они могли заниматься чем угодно, но когда они почувствовали вот этот зов природы, они не смогли уже от него отказаться. Это наркотик вообще для вас? Как жизнь, да. Любовь, да. Счастье, да, наверное. Наверное. Главное – стараться видеть во всём красоту. И мне кажется, природа, она обладает такой магией, что любой человек, когда там ощущается, он не может её не полюбить. Люди просто, может быть, не совсем бережно относятся к природе, потому что они не так часто думают, они её не знают и не видят. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами продолжили этот разговор, но в другом зале, где у вас женские лица, где сердце, где глаза. Лейла, ну у вас, если посмотреть на картины, всегда очевидно, что у природы, во-первых, женское лицо, оно бывает любящим, оно бывает ненавидящим. Для вас природа, она какова вообще? Вся выставка, она посвящена природе и жизни. То есть весь смысл того, что, чтобы мы не делали, чтобы мы не сотворили бы какие-то ноу-хау или же великие достижения, мы никогда не можем создать что-то такое уникальное и волшебное, как природа, как жизнь. А вы пытаетесь, в принципе, создать это? Потому что вот на тех... Искусством. Ну, искусство, да, это позволяет сделать. Искусством, да. Хочется показать, что даже один лепесточек дерева намного более сложный, чем всё, что... Человек может создать. Человек может создать, да. А вот life... Да, live life. Live life, да. Вот и по-английски это звучит достаточно претенциозно и по-русски, да, живая жизнь. Да, да. Здесь вы как бы противопоставляете это тому направлению в искусстве, которое называется мёртвая природа, то есть натюрморт. Вот не совсем, я об этом не задумывалась, хотя это очень интересный смысл такой, что это живая жизнь, но ещё она имеет смысл «живи жизнь». То есть надо её жить в полном её масштабе, а это достигается тем, чтобы уметь видеть красоту во всём. Ну да, человек, который красоту в основном-то сейчас, особенно люди, которые живут в больших городах, на красоту не обращают внимания, они увлечены своими повседневными делами. Да, к сожалению, да. Ну и поэтому, конечно, природы не хватает всем, потому что иногда ты устаёшь чуть-чуть выйти на улицу на 2-3 минуты, просто подышать воздухом и полностью менять сознание. Вот ещё интересно, у вас во многих картинах прослеживаются, ну, практически такие детские мотивы. Есть игрушки, есть, ну, такие миленькие зверушки, есть зверушки совсем страшные. Да. Вот где вот эта вот грань вот проходит вот для вас вот между детством, да, и тем, что человек, в принципе, ну, совсем не ребёнок для природы? Спасибо, что вы это заметили. И, честно говоря, некоторые работы здесь, они нарисованы детьми из онкологического центра. Просто когда у нас был визит туда, я попросила забрать то, что они рисуют, и добавила чуть-чуть своё. Это их видение? Да, потому что мне было важно именно вот то, что они рисуют. Их видение и частичка их души, наверное. А в моих работах грань зависит только от того чувства, которое я испытываю в тот момент. И это не значит, что оно постоянно, оно может исчезнуть и поменяться. Но, слава богу, последнее время более и более оптимистичные картины. Есть и оптимистичные, есть и совсем пессимистичные, и совсем страшные. Да. Это вот и от вас наверняка зависит, какое настроение, о чём вы думаете в данный момент? Отчисления от чувств, да. И, конечно, от того, что ты чувствуешь. Просто это, наверное, большое счастье уметь это выразить и вытащить из себя в форме искусства. Но всё равно здесь вот прослеживаются такие основополагающие, наверное, вещи. Любовь, сердце. Сердце кровоточит. Женщина красивая, женщина иногда искажена горем, искажена болью. У вас это очень сильно переплетено. Очень много чего, да. Первое, что вы сказали, любовь, самое главное это, когда она есть, то всё остальное теряет значение. Вы представляли свою картину уже в нескольких мегаполисах. Это и Берлин, это и Париж. Как там люди воспринимали как раз? Там бытует такое мнение, что защита окружающей среды в той же самой Европе, но вообще в западном мире воспринимается гораздо острее из-за того, что это культивируется в обществе или как? Да. Ну, вы знаете, мне кажется, это воспринимается одинаково. Мы начали в Лондоне в мае в 2016 году. И тогда все средства мы направили в National Park Rescue Foundation. Это фонд, который занимается спасением слонов, носорогов и львов. И как бы, если ты это не знаешь, то это может просто звучать как, да, хорошее дело. Но когда ты думаешь о статистике, каждые 15 минут слон умирает от рук браконьеров. Каждый час 11 тысяч акул умирают. И через 10 лет и даже меньше ни одного слона не останется в дикой природе, если мы не остановимся. И, соответственно, чем оно более редкое, чем оно более желанное. А мы можем искусством поменять подход, вот этот общечеловеческий подход, который... Да, мы обращаем внимание на то, что есть проблемы, есть природоохранная проблема, но в основном, как бы, да, вот, видя вообще ситуацию в целом, создается другое впечатление, что есть показушная сторона, да, да, мы что-то делаем, а есть совершенно другая сторона. Вот мы можем что-то изменить здесь? Вы правы. И меня тоже иногда очень беспокоит, потому что очень много проходит форумов и диалогов, и диалогов, но уже настал тот момент, когда как бы надо действовать. Ну, я считаю, что каждый человек может что-то изменить, даже просто думая о том, что надо иногда выключать воду или свет, или выбрасывать мусор в мусорный ящик. Он уже что-то изменил. То есть от малого? От малого, да, конечно, вместе. И главное, сохранять позитивный настрой, потому что, если потерять надежду, то не за что бороться. Художники, с которыми вы работаете, я знаю, что вы и в Берлине работали с немецкими художниками, и в Великобритании работали с британскими художниками, и сейчас работаете вот с художниками из России. Как вы их выбираете, или они сами находятся? Вы знаете, как бы ничего случайного не случается. И мне посчастливилось работать в этот раз с Устиной Яковлевной, Илья Федоров и Виктором Семеновом, с этими художниками. Ну, Виктор Семенов – это просто отец моей подруги, который обожает природу и фотографирует. В основном мы стараемся привлечь молодых, новых художников и дать им возможность тоже проявить себя. И главная цель, чтобы это было от души. И, конечно же, в каждой стране участвуют художники, которые, ну, из этой страны. Это такой, получается, поиск талантов? Вы не только же со знаменитыми художниками работаете? Нет, конечно. Есть, честно говоря, вообще весь смысл выставки о том, что она называется «Живая жизнь», потому что мы больше, чем я. И чем больше нас вместе, чем сильнее энергетика и аура. Поэтому эта выставка как бы для всех. И мне даже хотелось, конечно, это не везде возможно, но что просто даже те, кто приходит на выставку, могли бы что-то нарисовать или внести свой. В Лондоне в этом плане было легче, потому что была маленькая галерея, простая. Но, с другой стороны, всегда... Здесь вы тоже справляетесь, я смотрю. Да, очень. И, честно говоря, я ждала выставку в Москве больше всего. Почему? Ну, во-первых, я родилась в Москве. Во-вторых, у меня здесь, конечно же, очень много друзей. Свои стены? Знакомых, свои стены. Я пишу стихи на русском языке. Поэтому, мне кажется, что эта выставка для меня будет самая дорогая. Расскажите, пожалуйста, про общественное движение Айдье. Это тоже природоохранное движение? Да, это организация природоохранная. Она создалась пять лет назад. И за это время мы успели большие проекты реализовать. То есть, такие, как мы восстановили популяцию газелей на Кавказе, которые... Мы увеличили их с 300 до 6 тысяч. Посадили 5 тысяч деревьев в Азербайджане. 5 миллионов деревьев. 5 миллионов. Это серьезная цифра. Да, 5 миллионов деревьев молодежи. И на днях мы сажали деревья в ботаническом саду МГУ. Наши ребята. То есть, не только в Азербайджане. Потому что у природы нету... Плохой погоды. Да, нету плохой погоды. И нету границ и рамок. А с кем вы сотрудничаете? Здесь же все-таки много природоохранных организаций. Да. Мы сотрудничаем с фондом природы Кавказа. И, честно говоря, я была потрясена, когда увидела все, что они делают по защите кавказского леопарда. Мы посещали этот центр в Сочи. И там невероятный... Это невероятный проект. Потому что до того, как я узнала, что это возможно, вот, из-за экспертов из Сочи, мне сказали, что это животное никогда не может выжить в дикой природе, если оно там не родилось изначально. Но они показали, что все возможно. Вы наверняка знаете, что у нас сейчас идет работа над законопроектом об ответственном отношении к животным. Это не только по поводу домашних животных, но и тех экзотических животных, которых нельзя содержать в неволе. И вообще здесь... У нас в стране в последние годы достаточно много таких проектов по защите, например, исчезающих видов. Вот в Азербайджане, вы сказали, тоже проводится эта работа. Что еще ведется все-таки? Вы правы, это очень ценно. Я считаю, что очень ценно для наших стран, что такое отношение к природе происходит на самом высоком уровне. Потому что я знаю, что президент Путин сам очень лично этим занимается. И это значит, что это в надежных руках. Что касается... Вот в Азербайджане мы построили самый большой приют в регионе для бездомных животных. Но это на какой-то момент решит проблему бездомных собак. Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить условия нашего зоопарка. Вернее, вообще, если бы была возможность просто превратить его в какой-то парк. Ну, как больше, типа сафари-парка, без клеток. Вот если опять вернуться к вашим картинам, все-таки прослеживаются национальные нотки. Вот здесь традиционные национальные паттерны, вот как как раз дизайнер, как художники выразились бы. Я знаю, что вы также занимаетесь продвижением азербайджанской культуры. Да, да, да. Близкая, в принципе, нам культура, конечно же. Мы же переплетены во многом. Расскажите, пожалуйста, вот об этом тоже. Фонд Гейдара Олива, представитель фонда, уже здесь более... Вице-президентом которого вы являетесь. Да, и у нас много проектов, начиная от сферы науки, здравоохранения, экологии, искусства, молодежи. Охватывая очень большую сферу. Слава Богу, все получается. Для меня, наверное, самое главное и самое ценное, это, конечно, социальные проекты и благотворительность. А как вы... Ну, такой, конечно, каверзный вопрос, потому что всем понятно, что любая работа, она тяжелая, она требует как раз личного участия постоянного. Вы же и главный редактор журнала «Баку», и, соответственно, вице-президент фонда Гейдара Алиева. Еще пишете картинку, как вы сказали, стихи пишете, в том числе и на русском языке. Как все успеваете? Да, спасибо. Приятно за это, но времени не существует. Концептуально. Да. Главное, чтобы было желание, и главное, чтобы это было от души. И когда ты видишь, что твои дела приносят радость и пользу, то можно успеть. Все. Как эта ваша выставка? Да, наша выставка, да. Я надеюсь, и, в принципе, я уверен, что очень много москвичей и гостей столицы здесь побывают и ощутят тот смысл, который вы вложили в эти картины. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.